Ровно 7 лет назад, 2 марта 2016 года, в Тверской области произошло политическое событие, которое определило вектор развития региона на ближайшие годы. Президент России Владимир Путин принял решение доверить управление Верхней Волжьем Игорю Рудене. За последние 7 лет регион выстроил четкую траекторию развития. Стиль руководства Игоря Рудене очень динамичный, с повышенной требовательностью к процессу и результату труда. Отныне в Тверской области федеральные подходы к решению вопросов постоянно внедряются в практику работы региональной и муниципальной власти. Под этим подразумевается, прежде всего, комплексная и тщательная проработка каждого областного проекта, расширение горизонтов планирования, жесткий контроль на всех этапах реализации. Глава региона держит на личном контроле все ключевые вопросы развития Верхней Волжья. Такой подход позволил сформировать систему, в которой персональная ответственность каждого чиновника многократно возросла. Требования самые высокие, сроки очень жесткие, поэтому мы в текущем году и также в прошлом году говорили, планочку поднимаем, а по срокам реализации это будет персональная ответственность глав муниципальных образований. В итоге это позволило сделать флагманскими, хорошо проработанными и успешными такие важные для региона проекты, как приведение в нормативное состояние региональных и межмуниципальных дорог, развитие инвестиционной инфраструктуры, централизация работы скорой медицинской помощи, а самое главное строительство новых учреждений здравоохранения. Особенно важно, что этот процесс затрагивают далеко не только Тверь, но и муниципалитеты. Сегодня самыми высокотехнологичными, самыми выдержанными по срокам, конечно, являются военные строители. Мы видим, что и технологии, и материалы, которые применяются, это уже все очень современно, это дает возможность корректировки проектной документации, которая все равно возникает в ходе пожеланий врачей, которые эксплуатируют эти здания. Мы подписали соглашение с Игорем Михайловичем, у нас есть комплексная программа по развитию объектов инфраструктуры, социальной объекты. Мы строим четыре поликлиники, две из них в Химрак, в Торжке и в Твери. Детский садик в Вышнем Волочке также, то есть школа. Для нас честь, что мы работаем в Твери. Наши военные строители с гордостью отмечают и сроки, и темпы. Внедрение новой модели пассажирских перевозок стало еще одной заслуженной городсю Тверской области. Что самое главное, компания «Транспорт Верхней Волжи» регулярно приходит во все новые и новые муниципалитеты. Неудивительно, что нашу область ставят в пример другим регионам. То, что мы увидели, конечно, нам не с чем сравнивать сегодня в России. Потому что вот такого нет. Чего нет? Нет системы, доступной для людей. Это которые даже еще не выехали из дома, не вышли, но уже понимают, когда подойдет общественный транспорт. То, чего раньше не было. Второе. 96% оплаченных билетов. В процессе вообще изменения жизни, уклада жизни, агломерации, общественный транспорт принимает особое значение. И я уверен, что наш опыт поможет и другим регионам воспользоваться нормативной правовой базой. Для нас мы видим в числе задач основных. Это реализация Тверского трамвая, это аналог легкого метро. Это перенос нашей работы во все крупные муниципалитеты Тверской области. Отличительной чертой работы действующего губернатора и его команды стала широкая федеральная поддержка региональных инициатив. Наверное, самый яркий пример – это начало строительства западного моста в Твери. Необходимость которого для транспортной системы областного центра обсуждалась еще с советских времен. А на практике проект пролоббировал и реализует Игорь Руденя. А ведь по сути это сложнейший инфраструктурный проект, который не ограничивается одним мостом через Волгу. Хотел бы передать слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, правительству, отдельно Марат Шекерзяновичу Хуснулину. Потому что сегодня при очень непростом бюджете Российской Федерации на трехлетку 23, 24, 25 нам сохранили полностью финансирование строительства западного моста. Практически 120 человек ежедневно находятся на строительной площадке. Важно, что металл и материалы, металл из которого строятся пролеты, поступают вовремя. При этом в Тверской области активно возводится еще один мост через Волгу. Ведь именно Верхневолжье стало местом реализации завершающего этапа платной автомагистрали М11. Дороги, которая имеет федеральное значение. Поэтому губернатор Игорь Руденя уделяет пристальное внимание этому проекту, регулярно инспектируя место работ. Очень важный проект, который реализуется на территории нашего региона, реализуется по поручению президента Российской Федерации. Это 60 километров новой трассы, которая соединит уже финально воедино одну из главных скоростных артерий Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя с первых дней своей работы в Тверской области четко определил успешное развитие региона немыслимо без сильной экономики. А это значит всемерное внимание к развитию предприятий, к открытию новых производств. Этому поможет и совсем недавно одобренный областным парламентом паспорт для работы с инвесторами. Профессионализм губернаторской команды успешно выдержал проверку западными санкциями, которые напрямую затронули и Верхний Волжье. Целый ряд зарубежных компаний объявил об уходе из региона. Однако губернатор сделал все, чтобы ни одно предприятие не было закрыто и продолжило свою работу. Более того, в регионе открываются новые высокотехнологичные производства, как например Аквариус. В настоящий момент средства вычислительной техники не только в ЦФО, а в Российской Федерации, выпускаемые такой серийностью с использованием такого оборудования, в принципе нет. Показали сейчас образец устройства. Это первое клиентское устройство, которое будет серийно выпущено, серийностью больше 10 тысяч экземпляров на отечественном процессоре Байкал-М. Тверская область за эти годы определила собственный путь развития, двигаясь при этом по федеральной орбите. Так, открытие Ржевского мемориала советскому солдату стало событием не только всероссийского, но и международного уровня. На торжественную церемонию прибыли президент России Владимир Путин и его коллега, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях под Оржевом, всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради великой победы. Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Погибли, были ранены, пропали без вести более 1 миллиона 300 тысяч человек. Значение этой затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Бои под Оржевом шаг за шагом, день за днём приближали триумфальный исход Сталинградского сражения. Сегодня Тверская область – современный регион, в котором строятся больницы, школы и детские сады. Реализуются крупные проекты в дорожной сфере – туризме, сельском хозяйстве, лесной отрасли, транспортном машиностроении. Система выверенных решений позволила Верхней Волжи сохранить устойчивость экономики и социальной сферы в период пандемии коронавируса, в период западных санкций. И, пожалуй, именно в последние годы по инициативе Игоря Рудени на высшую ступень пьедестала Тверских приоритетов поднялись вопросы демографии. Многодетным семьям постоянно оказывается всевозможная помощь, например, получение жилищных сертификатов. Хотел бы сказать, что во многом наша работа проводится благодаря позиции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ну и, конечно, вас поздравить и пожелать вам всего самого хорошего. Среди других мер разносторонней поддержки семей с детьми, подарочные наборы к рождению малыша, бесплатная школьная форма, бесплатное школьное питание и многое другое. Кроме того, в Твери и других муниципалитетах каждый год строятся и открываются новые современные детские сады. Такого не было со времен советской власти. А значит, все это говорит о том, что к началу восьмого года работы Игоря Руденя в Тверской области сделано уже очень много.